Следующее место работы спикера не на земле, а в земле. А под землей, да? Эдуард Анатольевич, продолжайте. Значит, мы здесь, Вадим, с большой просьбой сделал здесь почвенный разрез. И этот почвенный разрез мы как раз, вот Лена перед этим нам говорила, там по суммешам. Здесь очень хорошо изнутри посмотреть, как работает корневая система, что мы видим. И с почвой. Первое, что мы видим с почвой? Да, это чернозем обыкновенный, тяжелый суглинок. То есть мы видим где-то глубина плодородного слоя до 40 сантиметров, а дальше идет вот глина. Причем интересно, что глина очень с большой примеси песка, она не такая глина, она очень легко рассыпается. Что мы здесь видим? Мы здесь видим бобовые растения, мы видим здесь горчица корневокровая, мочковатая корневая система. Если посмотреть ихнее сообщество, мы видим здесь клубеньковые бактерии, ой, эти самые, вон, бульбочки, видите? Вот они, бульбочки. Вот. Как работает вся корневая система, как она здесь делает, работает на нашу пользу, на пользу нашей земли. Кстати, вот она, мекарийская. Вот. И, но, тем не менее, здесь, что мы видим? Мы видим очень серьезный уплотненный слой. Несмотря на то, что, видите, то здесь надо еще поработать с вот этой вот, вот она, видно, так называемой уплотненностью. Или вот этого вот тут слоя. Вот он здесь, сверху, вот он, снизу, вон, а вот этот, пласты, такие? Пласты, да, пласты. Вот я его сейчас попробую снять, хотя, видите, как работает корневая система. Я за руками в машину не увозил. Теперь давайте посмотрим, что здесь. Здесь мы видели, что вот эта вот система тоже, если посмотреть, как работает корневая система, корешки, и тоже не упирается вот в эту подошву. Вот. Но, хорошо это или плохо? Конечно, подошва, она всегда плохо. Это говорит о том, что Эта земля не полностью работает на возможность принятия влаги. То есть может где-то здесь остановиться и накопиться влага только вот в этом слое. А нам надо ее делать таким образом, чтобы влага нам уходила в более глубокие слои. Вот. Сейчас впервые я хотел посмотреть, думаю, а в чем же разница? И этот опыт мы делали неоднократно с помощью стаканов. Скорость проникновения влаги здесь и здесь. Я до, когда мы копали... Здесь и здесь. Это разные покровные культуры. Разные покровные культуры. Вы стоите на границе. Я стою на границе. Вот. Мы вчера так немножко интрижку запустили. Я с Михаила Ивановичем говорил. Михаил Иванович, как ты думаешь, где будет скорость проникновения воды на этой культуре больше, на этой смеси или на этой смеси? Ну, так, вроде бы, поговорили. Он свое предположение выложил, я свое предположение выложил. Здесь сидят... Вот ребята приехали. Где Саня? Где зятюха? Я здесь. Зятюха, ну-ка ты скажи, здесь или здесь? Где будет лучше? Скорость проникновения влаги. Мы вот здесь у нас шноб сейчас будет. Мы взяли пол-литра. Пол-литра это... А, литр, да? 100 миллиметров осадков. Это 100 миллиметров осадков будет вылета за определенный... Я думаю, что на вот этой. На вот этой, да? Ну, сразу видно, со мной чаще общаешься. Поэтому ты стоишь здесь. Вот. И это со мной. Ты сразу сориентировался. И заливаешь вот в эту емкость. Вот тот литр у тебя стоит. И возьми только секундометр. Здесь засекайте, и здесь засекайте. Да, по времени. И давайте посмотрим. Засекайте. Единственное, что запрещено переливать сверху. Дим, а ты у меня... Ну, то есть... Да, сверху. Вот наполнилась баночка, да? И этот самый... Если вода полная, ждем, когда уйдет. Снова удалили. И так, таким образом, мы засекем время, за сколько у нас уйдет этот литр воды. Все. Давайте начинать. Вот выливает. Рома. Так я не могу наполнить колбу. У нас проблема. Тихо-тихо. Вот когда у вас дойдет до... Вода уйдет, вы останавливаете секундомер. Когда у вас вода уйдет, вы останавливаете секундомер. Что там у вас? О, у нас там практически. А ты все вылил банку? Ну, конечно. Покажи, что так вылил. Ты все вылил? Да. Проявил ее. Вот. Ну, уже в принципе видно, да? Ну, у нас-то совсем-совсем на донышке. Вот. Здесь вода ушла. Ну, давайте. Ну, давайте, чтобы дождь же идет. Стоп. Сколько? Стоп. 47 секунд. 47 секунд. А у вас что здесь? А, а здесь... А вы завтра, пожалуйста, к нам. Что, мы остаемся? А здесь мы... Секундомер показывает уже. А секундомер показывает... Ну, больше минуты. Сколько уже минуты? За минута 0,5. Вот еще в чем неправильная смесь. Ну, вообще чуть-чуть. Это вот... Я впервые, Михаил Иванович, делаю такие вещи и предугадывал, когда копались, сделали свое предположение. Ваши предположения? Что... Вот в этой... На этой стороне, вот с этой якобы неправильной смесью, хотя она на самом деле... Нет, она оказалась самая правильная. Самая правильная. Вот. И здесь та, которая... Неправильная, да, то... Еще я не упитал? Ну, все, можно сказать. Полторы минуты. Полторы минуты. То есть там, грубо, за 50 секунд, а здесь за полторы минуты. Вот сейчас идет дождь. А вот сейчас идет дождь. И где оно... Где-то больше... И я сейчас говорю о чем. Вот эта же вода, она ушла в этот... В почву. И есть вопрос в том, что если есть склоны, если есть еще вот такие ливневые осадки, а у нас чаще идут ливневые осадки, то часть воды в неправильных даже вещах мы теряем. А это деньги. Столк появляется, это деградация почвы. А это деградация почвы. Это водная эрозия. Это потеря влаги, потеря воды. Видите, мы заканчиваем вот эту работу на этой локации под дождем. И это хороший дождик Вадиму Дробитько, потому что он так нужен ему. Он вчера считал, что, говорит, мне надо еще 130 миллиметров. Дай бог ему. Пройдет дождик, продолжим. Пусть он нас чаще приглашает, и будет больше дождя. Итак, убегаем от дождя, прячемся, едем на обед. Позже дальше нам погода поможет продолжить. Как я говорю сейчас, Михаил Иванович, вы сейчас опять будете смеяться? Чем отличается хороший дождик от плохого дождика? Вот люди всегда привыкли, у каждого свой образ. Хороший и плохой. Дождик вообще не может быть ни плохим, ни хорошим. Так вот, хороший дождик, это когда в единицу времени на площади падает, по-моему, боюсь, есть, короче, цифра. Давайте цифры могу сбрехать. То есть, чем отличается хороший дождик от плохого? Вот если на единицу площади, допустим, выпало 10 капель, это хороший дождик. А если на единицу площади выпала одна капля, хотя объем жидкости один и тот же, это считается плохой дождик. Поэтому этот самый. Вот сейчас вот идет хороший дождик, потому что мы за короткий промежуток времени вымокли все. Почему? Потому что площадь человека нашего покрытия такое, что, извините меня, это... Ну, скажет же, размеренный, да? Умеренный. Нет, ну, человек придумал, вот как у нас, сколько фосфора мы считали? 100 грамм на этот самый, на 100 грамм почвы. Как это там, это, или 100 ppm каких-то там. Давай лучше, так, среднее содержание, низкое содержание, высокое содержание. Вот тогда нам что-то, ага, среднее, это значит, у меня среднее. Высокое, ну, значит, много. Низкое, это значит, а на самом деле все это считается.